Дайджест недвижимости В рейтинге комфортности коммунальных тарифов Киров оказался на одном из последних мест – 64-м. Для кировчан оплата ЖКХ обременительнее, чем для жителей других регионов. Составители рейтинга подсчитали, что в среднем коммунальные услуги в Кирове обходятся в 3 325 рублей в месяц. Это составляет 11% от средней зарплаты по городу. Самые комфортные тарифы ЖКХ в Салихарде, Магасе и Южно-Сахалинске. Хуже всего приходится жителям Иваново и Листы, Саранска, Брянска, Костромы и Владимира. Они отдают за коммунальные услуги до 15% от зарплаты. Дайджест недвижимости Россияне просрочили выплаты по ипотеке на 160 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро, по итогам первого квартала этого года количество ипотечных кредитов с просрочкой платежа на срок от одного дня сократилось на 3%, до 111 тысяч займов. Количество кредитов с задержкой платежа на 90 и более дней между тем выросло на 6%, почти до 45 тысяч займов. Ранее сообщалось о рекордном приросте просрочки в сегменте ипотечного кредитования по итогам прошлого года. По подсчетам Объединенного кредитного бюро, за прошлый год количество плохих жилищных кредитов в России увеличилось на 39%. Однако в целом, отмечают аналитики, традиционного всплеска неплатежей в первом квартале 2017 года зафиксировано не было. Доля просроченных счетов в общем количестве всех оформленных россиянами кредитов уже третий квартал подряд сохраняется на уровне 17,5%. Дайджест недвижимости Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавили Челябинск и Самара. Минимальная стоимость отдельного жилья здесь составляет 600 и 650 тысяч рублей, свидетельствуют материалы портала МирКвартир. По данным аналитиков, в топ-5 российских городов-миллионников с доступным жильем помимо Челябинска и Самары входят Новосибирск, Красноярск и Казань, где самую доступную квартиру можно приобрести по цене от 800 до 840 тысяч рублей. В десятку также попали Уфа, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь и Волгоград. Минимальная стоимость квартир в них составляет до миллиона рублей. Как отмечается в исследовании, в Москве самый дешевый лот обойдется в 2 миллиона 400 тысяч. В Петербурге за квартиру придется выложить порядка полутора миллионов. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости Субтитры создавал DimaTorzok